Раз, два, три. Приветствую всех, кто сейчас слушает и смотрит этот вот. Меня зовут Майкер, и мы сейчас с вами будем в реальном времени играть и комментировать одну из стандартных рейтинговых игр в Ладаре. Будем играть на европейском сервере, никнейм Unknown Night Elf, 48-го или 49-го левела. 49-го левела, иконка дриадки, всё здорово. Мы играем на картах Touriverse, Lost Temple, Turtle Rock, Twist of Middles, Gnolw, Две реки, Древний храм, Черепахи, Низины и Лес Гновов. Начинаем поиск игры. Обычно ищется секунд 10, не больше, хотя система говорит, что 30. Не представляю, что за противник будет, не представляю карту, стратегии, всё, чистой воды, импровизация. Посмотрим, что из этого выйдет. Ля-ля-ля-ля-ля. Используем программу Fraps, если это кому-то интересно, для захвата изображения и звука. Требует хорошей машины, но программа хорошая. Так, ну где же ты? Где же ты, враг мой? Вот, вот мы его нашли. Гулберг. Гулберг. Орк. 36-го левела. Скромный, маленький, зелёный орк. Играем на карте Низины. Интересная карта. Довольно-таки своеобразная. 4 на золото, 1 на лес. Будем играть через стратегию Варден Арчеры, ДХ Аталоны. Такая вот стратегия, довольно отработанная. Сначала мы строим поздний алтарь. Сейчас как накопится 160 леса. Ой, поздний барак. Ой, ранний барак и поздний алтарь. Так, сейчас строим алтарь. Выйдет весь, построим Мунвелл. Следующий, который подстроится, будет у нас конструировать алтарь. Наконец. Спейл говорит, что он выиграл Химена. Good job, гэл. Отлично сработан. Удачи. Спейл. Московский хумен. Неплохой. Сейчас засел за тренировки перед Асусом. Странно. Химен же вроде сейчас на веге. Ну да ладно. Может в ладоре играет. Сейчас накопится 40 леса и 180 золота. И мы построим, наконец, Мунвелл. Второй. Сейчас висп достроится на правильную шахту. И будем сейчас штамповать виспов. Одного правда. Сейчас достроится барак. У нас как раз накопится 130 золота и 10-15 леса. Для того, чтобы заказать первый арчер. Мунвелл достроился. Висп на разведке. 130. 15. Все как бы четко. Сейчас еще один висп. И идем на разведочку. По часовой стрелке вторая разведка. На этой карте важно уделить внимание магазинам. На которых все-таки дисбалансные вещи выпадают очень высокого уровня из троллей. Живец-элистных троллей. И на веге все это будет, если карта такая попадается. Все стремятся выиграть битву за магазин и нахалявить девайс. Который может решить всю игру. Например, как в случае с Дедманом, когда не очень удачно был. Далага Хуману закрепиться. Поставил Хантерс Холл за чем-то рано и начал штамповать Хантерс. Но не это самое главное. Самое главное, что он Буков Дед получил Хуман на халяву очень рано. И у нашего эльфа не было виспа поблизости. Так, ну форсир должен уже был выйти. Да, он вышел. Скорее все, крепится здесь. Посмотрим, где он там. Именно крепится. Виспов рядом с магазинчиками вешаем. Здесь скорее все, он крепится. Вот, пожалуйста. Но волков уже нет. Увы. Поэтому мы уходим в освоясь и не будем заспалить одного форсира. Сами начинаем крепиться. Играем как бы через оборону, пассивно довольно-таки. Так, сюда виспа. Точка сбора на варда. Вот он здесь с форсиром бежит ко мне. Знает, что его до крепится, нужно мешать. Но мешать ему, забегая вперед, можно сказать, что ему вряд ли это удастся, потому что... Блин, вот это плохо. Забыл про испанку. Потому что... Нет, он не будет мешать. Он будет крепить вот этих вот нейтралов. Куда мы, собственно, и бежим. Нет, смотри-ка, он вызвал волков, но крепить не стал. Как будто чувствовал, что сюда сейчас придет висп. Блин, ты не можешь. Я не можешь. Не, ну, нужно, в принципе. Хиляться, делай в рейд-блавке. Блин, ты готов. Что-то, вот этого виспа. Блин, фрабс тормозит. Сюда. Здесь он, скорее всего. Пожалуйста. Двух виспов, боя двух волков и форсируемый диспейлер. Сами крипят тех же самых монстров, хотя, в принципе, могли пойти сюда. Небольшая ошибка. А, висп стоит у меня один где. Здесь маленький бит и висп. Посылаем виспа одного сюда, потому что, скорее всего, он повешает скидок цена и... Значит, Вард, значит, у нас возьмёт второй левел и купит оставку телепортейшн. И... И в подхилянце пойдет. Так, значит, он... Не закрепил ещё. Он будет крипить, скорее всего, этих парней. Что он не хочет на магазин идти, и это не очень грамотно, потому что он, в принципе, мог уже этими... Хоть и битами, но тремя грантами закрепить в магазине. Так, проверим. Да, он у меня здесь. Пожалуйста. Снова два волка. И снова форсира даже задели. То есть мы сейчас можем спокойно идти сюда, получить третий левел и купить форсира. Так, висп спас всем. Отлично. Мы должны здесь купить сапоги желательно, потому что раз уж у нас всё так хорошо, и мы получим здесь третий левел, мы можем... Могу сказать, отлично. Отлично. Так вот... Мы немного не успеем. Мы не успеем, если он пойдёт крипить в магазин, хотя у него, в принципе, уже гранты со всей амбитой. Для того, чтобы... чтобы вообще... кого-то вообще убивать. Я... Бен-Тай-Делэ-Люм. Да, и висп у меня там нет, чтобы сделать персональный телепорт, потому что... Сдох, простите. Висп. Так. Скоро сделается грейд, готовимся сделать... Так, лечимся. Все. Варден должна здесь нахалять, если он крипит, конечно же. Не крипит. Ждём. Он должен это сделать. Под тайминг. Ставим здесь висп. Но в любом случае, одной Варден не смогу ничего сделать. Хочет арчерку убить, хотел. Ой-ой-ой, дисконнект. Нет! Нет! Ну какого хрена? Ой, так лагануло. Вот как раз... Пришёл сюда форсир со всеми нехорошими вещами. Мы, диспольный волков, кидаем ножик. Сейчас будет хекс на меня, скорее всего. Вот хекс. Убиваем хексера. Хексера убьём. Он успел сделать хекс. Плохо, но хексер сам вздох. Смерть у храбых. И, пожалуй, сейчас и форсир у нас тут немножечко замешкался. Это же... Потрачен тебе камень, родной. Не пожалею. И гранта у тебя. И закуплюсь хорошо. Таким вот разводами мы и занимаемся. Арчерс, онс, гранс. Он, конечно же. Четвертый левел. Милус Борус. Так, у меня дострелилась Толоменца. Я не пронумировал её. Я не пронумировал её. Я не могу. Контролим. Убляет хексер. У него есть найден хекс. Ой, есть найден хекс. Дима, беги. Арчерка, бедняжка. Вторая тоже. Нет. Ну что ж, поделаешь. Чик. Убиваем лавочку. Она ему не нужна. Совсем. Зачем она им нужна? Четвертый варден. Второй ножик. Вторые ножи. Много маны. Винус с лавком. Форсировал тарелку. Постреляет Борусом. А, Борусом. Что такое Борус? Борусом надо уничтожать. Опять лакануло. Во фрапсе. Минут хотят убить. Скажите. Борус мы убили. Борус, правда, сейчас может умереть. Ну, в смысле, телепорт потратить. А, допить, вот эти вот, ребят. Вот это вот, и вот это, пожалуйста. Вот это вот еще. Пожалуйста, пожалуйста, ну. Такой никчемный Грант. И герой тоже никчемный. Так, что у меня есть? У меня есть... У меня нет мудвела. Как я глупо-то поступил. Не уследил за Минвеллом. Понял. Я не успешен. Пожалуйста, мне инвестируйся. А, вот так вот. То есть у тебя все в порядке с Маной дадим? Это хорошо. Так, еще бы свиток хиляния. Ох ты какой хама. Пожалуйста, мне инвестируйся. Я, Мак, я не успешен. Так, талоны тоже проблемы у меня с талонами. Забыл, Мануэл? Вот элементарно. Со всеми этими разводами. Так что все выпало. Циклон, циклон-то здорово. Циклоны можно порешать немножечко. Так, у меня нет ТП, зато герои укреплены... Бутыльками, вот, нормально, свои окружили, Диму. Отсажу из лимита сорок. Из роковского лимита. Потому что я забыл, как мне нравилось делать. Но у него все плохо. Лавка только построилась, он только лечится. И я тут прихожу в гости на чай. Ну, здравствуй. Маленький, зелененький орк. Смотри-ка, сбиваем лечение с героя. Дима читает свиток. Контролим типа арчеров. Контролим типа талонов. Убиваем типа героев. Так, вроде никого как-нибудь теряем, да? Ты какой? Ты какой? Так, ладно, спасти эту арчерку. А, нет, не успел свиток. Подстава. Убил в финалке арчерку. Нет, две. Все, снимаю шляпу. ГГ. Найс трик. Вот. Трик. Что это за фокус я тут вытворил? Хайдед шоп. Ну, это предсказуемо. Окей, thanks. О, и дисконект. Ну, здорово. Да здравствует интернет-клуб М19, Варыч. Я люблю этот клуб. Декстаркрафт не такой, как Варкрафт. Он может через 30 секунд ожить. Еще и живем. Нормально. Яс, мы его видели. Ура. А могли проиграть. В два раза. Ну что ж, перед нами классический орк. А единственное, что он мог бы сделать более правильно, это взять второго героя Таурен Чифлина, потому что он гораздо более полезен, чем Хексер. Благодаря массам поражающим. Вот так вот арчеры выстраиваются, талоны выстраиваются. Тут заходит Таурен и делает вейв один. Все рассыпаются. Вот. А Хексер может только заниматься хиро-килом. А Змеи не так эффективны против арчеров и талонов, как против Хантресса. Они легче отстреливаются и демджи меньше наносят. Ну, по арчерам, в частности. По талонам-то так же. Ну, он мог не терять здесь героя. Он мог крепить магазин гораздо раньше. Он мог не крепить вот этих вот товарищей, не терять время. Ну, в общем-то, в принципе, все. Ну, и чуть больше контроля пора не хватило. Ну, это ГГ. Удачи вам. Играйте в Warcraft, наверное.